Управление МВД России по Приморскому краю подводит итоги своей деятельности за 6 месяцев текущего года. Существенное влияние на рост тяжких составов преступления продолжает оказывать противоправные действия, связанные с использованием телекоммуникационных технологий. В данном направлении продолжает совершенствоваться информационный обмен с кредитными организациями, операторами связи и иными структурами. Снизилась регистрация убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также наблюдается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними и ранее судимыми. У органов внутренних дел на самом деле очень много направлений работы. Это конечно же и реагирование на сообщения граждан о преступлениях, это и проведение мероприятий с массовым участием граждан, это и проведение международных мероприятий. По сути вот на все это мы сосредоточены в наступившем уже полугодии. Конечно нам стоит поработать с имущественным блоком преступлений, в которых у нас пока имеется, так сказать, отставание от прошлого года. В целом задачи понятные. Приняты дополнительные меры по пресечению незаконной заготовки и оборота древесины, а также криминальных схем по ее вывозу за рубеж. Выявлено 331 преступление, связанное с организацией незаконной миграции. И за 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 625 260 пресеченных сотрудниками ОМВД края различных административных правонарушений. Также силами органов внутренних дел выявлено 1688 наркопреступлений. Я хочу за проведенные мероприятия, большой объем работы в ушедшем полугодии поблагодарить личный состав ОМВД по Приморскому краю. От рядового до полковника, каждого сотрудника, который ответственно подходит к делу, на кого можно понадеяться, не только мне, как руководителю полиции, но и руководству ОМВД. Сотрудники, достигшие высоких результатов оперативно-служебной деятельности, отличившиеся в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан, удостоены государственных и ведомственных наград. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.